Всем добрейшего времени суток, с вами Света Небесной Жизни. Хочу сказать, что данное видео является гайдом по защите, по защитным, скажем так, вариациям, по постановкам, по слоям защиты. Поэтому не нужно думать, что данный видосик бесполезен. Это гайд, это изучение данной игры, основ, каких-то тактик, стратегии и так далее. То есть сегодня мы разбираем защиту. Защита однослойная, держится приблизительно против двух, вот таких вариантов, 11 секунд. Давайте мы эту защиту разбирать не будем. Однослойная защита, самая стандартная защита, используется как... Вообще любым вариантом она используется, големами в особенности. Так же используется любое количество, ну в принципе, как я и говорю, любым количеством рыцарей. Просто-напросто передняя защита. Все, то есть однослойная защита. Вот. Значит, минусы как раз-таки заключаются в том, что равномерное уничтожение, из-за чего это самое равномерное уничтожение очень быстрое. Что ж, есть вариант очень прикольный, это отложенное уничтожение, ну или деление на два фланга. Такая тактика очень неплоха. Держится ровно в два раза дольше против той же армии. Я понимаю, что вы скажете, да тут персов тоже в два раза больше, окей. Хорошо. Давайте уменьшим их тоже в два раза. И вы мне не будете говорить, что их, типа, как бы тут в два раза больше. Если хотите проверить, то можете спокойно сами посчитать, что персов одинаково. Ну и давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать секунд, да, потому что самих персов, признаюсь, меньше. Но, заметьте, это вам не одиннадцать секунд на однослойную защиту. Вот. Плюс данный вариант играется, конечно же, осознанно с полным комплектом вот таких войск. Поэтому держится такая защита 22 секунды против одного, вернее, против двух рядов мушкетчиков. Что ж, данная защита используется очень много вариантов как, то есть, допустим, к примеру, противник сделал то, как вы хотели и взял, вот, допустим, собственно говоря, два ряда или даже один ряд каких-нибудь ближников, да. То есть, как раз-таки, именно против вот ближников данная защита очень хорошо играется. Значит, что будет, если вдруг вы будете играть против противника такой защиты? Стандартное разделение на два фланга. Я думаю, очень многие сейчас поймут, что чего-то здесь не хватает, да. Ответ прост. Улучшить данную сборку, данное построение можно бомбами. Вариантов несколько. Агрессивный, защитный, отложенный. Ну, допустим, стандартный вариант. Отложенный вариант. Агрессивный вариант. Защитный вариант. Я думаю, понятно, по названиям, для чего это надо. Отложенный для того, чтобы вдруг там какая-нибудь армия используется не вот так, а вот так, да, чтобы там на это войско тоже хватило урона. То есть, что пока вторые подойдут, у нас вторые краски тоже бомберы подойдут и нанесут еще урона. Вот. Если вдруг вы боитесь, что противники каким-то образом не смогут среагировать на вас, ну, реально, вдруг у вас фобия какая-то, что там вы захотите поставить защиту, а там не среагируют, можете поставить дополнительно лошадей. Агрессивный вариант тоже, да, то есть агрессивный вариант. Проникающий вариант. Смотрите, как это будет выглядеть. Секундочку, сейчас покажу. Если, допустим, вдруг у противников имеются какие-то войска еще здесь, то это будет максимально проще показать. Проникающий вариант, потому что лошади побегут чуть-чуть дальше. Бац. И будут отвлекать уже кого-нибудь еще, да, то есть стрелков, тех, кто будет позади, то есть на задней линии. Я думаю, понятно теперь, для чего используются проникающий вариант. Окей. То есть для отвлечения каких-нибудь там дальних войск, чтобы они не подходили, не атаковали наших танков, пока они там сражаются, да. Хорошо. Можно это совместить с бомберами без проблем. Бомберы плюс проникающий вариант. Противники поставили там два ряда войск, допустим, там три, да. Используем отложенный вариант бомб. То есть отложенный вариант. Окей. То есть, ну, данная тактика имеет вообще много применений. То есть просто вот, самая главная конструкция, вот она. Дальше добивается начинка. Опять же, есть варианты дополнительного слоя защиты для ваших, к примеру, мушкетчиков, там, арбалетчиков, лучников, то есть кого хотите, да. Пистолетчиков. Вот, дополнительный слой защиты может быть как ударным в виде лошадей, так и реально в качестве танков. Дополнительный слой, чтобы немножко мы не только защищались щитовиками, но еще он немножко наносил урон. Ну, допустим, вот ударный вариант такой. И, ну, все, как бы, самый вариант такой логичный. Есть вариант клин, но его мы разберем чуть позже. Значит, в принципе, суть мы разобрали. Вот основы, да, основы здесь мы разобрали. Есть вариант взять копейщиков. Чем будут хороши копейщики? Давайте наглядно покажу. И как раз таки с копейщиками задний дополнительный вариант лошадей будет очень даже хорош. Смотрите. Бац, задний копейщик подошел. Бац, и смотрите, все. Наши уже копейщики все собрались. Раз, два, три, все, собрались. Танки еще подходят. То есть, танки нужны в основном для такого медленного, медленного танкования, выживания. А копейщики для чего-то более агрессивного. То есть, смотрите. Копейщики в этом плане нужны для более агрессивного захода. Именно на эти самые заходы выставляются агрессивные бомберы. Куда-нибудь уже более близко, да? Вот. И самое классное, сюда будет запускать как раз таки слой лошадей. Слой лошадей обычный. Слой лошадей какой-нибудь, как называется, клин. То есть, тоже довольно таки неплохо. Будет выглядеть довольно таки красиво. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть тогда. Просто ради примера. Возьмем вот, к примеру, такой вариант. Ну, допустим, мы увидели, что у них есть самураи. Взяли бомберов. Не решили их брать много, по чуть-чуть. Вот. Стандартный вариант. Бат взорвали самураев. Пошли лошади. Отвлекаем, отвлекаем. То есть, вот, собственно говоря, ударная сила дополнительная еще и в лошадях. С дополнительным отвлечением. Окей, хорошо. Это разобрали. Если вдруг вы все-таки решили использовать танков, и вам нужно максимально замедлить их продвижение, чтобы, допустим, противники используют каких-нибудь дальних. Да, то есть, дальние мушкетеры, дальние лучники. И вам, ну, вот вы реально принципиально используете свою стандартную тактику из деления на два фланга. Но вам необходимо, чтобы противники успели подойти. Потому что, если танки будут идти вперед, они будут очень быстро погибать. А вам необходимо выманить противников на себя, чтобы наши танки еще жили. Ваши там атакующие силы по центру, да, наносили до сих пор урон. Вот. И чтобы вы, ну, реально, как бы выманивали на себя противников. Что для этого можно сделать? Допустим, да. Для этого можно взять и сделать скольжение. Скользящий вариант защиты. Это очень странно выглядит. Но вы на это потратите дополнительное количество денег. Выглядит это вот. Нет, нет, не сюда. Вот сюда, да. Выглядит это вроде бы вот так. Или все-таки так. Я не помню, но надеюсь, что вот этот вариант более правильный. Потому что вроде бы так он и должен выглядеть. Что нам это дает? Вот, щитовики будут словно скользить. Вот, да. Но в этой ситуации, конечно, бомбер ставится уже сюда. В такой полуагрессивный вариант. Вот. И как раз давайте возьмем себе каких-нибудь тоже слой защиты. Вернее, слой атаки. Начиночку какую-нибудь. Вот так. Это будет выглядеть уже вот таким образом. А нет, смотрите. Все-таки, да, другой вариант был. Не угадал я. Не угадал. По-другому ставится защита. Извините. Все-таки она ставится изнутри. Тогда, да, здесь бомберы могут вообще любую тактику выбрать. Давайте отложенный вариант попробуем. И начинку в виде мушкетчиков и... И стилетов. Вот. Так. Кстати говоря, очень хорошо данная тактика защищает любые войска вплоть до сюда. Можете их спокойно сюда ставить. Противники на вас не попрут, они будут идти чисто защитовиками. Ой, вернее, защитовиками. Сейчас вы поймете, почему скользящий вариант. Почему это скользящий вариант. Вы сейчас очень легко все поймете. Давайте не будем выпендриваться. По чуть-чуть всего поставим. Окей. Видим, да? Скользит. И выходит по чуть-чуть. То есть замедляется выход. И потом задняя будет биться уже либо дальнюю. Вот. Опять бьются дальнюю. Чуть-чуть замедляется таким образом ход. И видим, что противники подошли. И только после этого мы уже начали бить тех, кто в самом заднем фланге. Таким образом наши танки могут выживать. Скользящий вариант. Я думаю, вы найдете ему применение. Окей. Двуслойная защита. Двуслойная защита применяется, начиная от такого варианта. Заканчивая любой постановкой до любого фланга. Есть еще такой вариант. Тоже неплох. Заметьте, что стоимость будет точно такая же. Поскольку, ну грубо говоря, что этот вариант, да, хорош. Поскольку стоимость одинаковая. Что вот такой вариант тоже неплох. Вот. Ну, выбирайте любой. Да хоть так он может стоять. Я говорю, то есть в любое место ставьте. Тут уже зависит вопрос от того, от ваших целей. Когда должна прийти поддержка? Когда это все должно произойти? Будет ли дополнительный конный какой-нибудь там, какая-нибудь конная атака дополнительная, да? Вот. Все от этого зависит. Разбирать двуслойную защиту не вижу смысла. То есть это банальный вариант. Тоже. То есть для чего важна двуслойная защита? Хорошо, смотрите. У вас, допустим, есть, к примеру, противник, который использует, к примеру, дальников. Прям вот использует. Прям вот по полной использует. Вообще по полной использует. Вот. Для этого вам для начала нужно дойти до него. Таким образом вы выставляете тоже своих там, к примеру. Ну, давайте так сделаем. Лучники. Пистолетчики. Мушкетчики. Вот. И назад мы ставим еще один слой защиты, к примеру. Ну, давайте тогда им побольше поставим мобов. Чтобы было более честно. Ну, хотя ладно. Тоже лучников поставим. Вот. И ставим еще один слой защиты. Защитники, сразу говорю, танчат очень много. Но мы помним, что в данной ситуации, если противник выставляет такую защиту, лучше все-таки использовать другой вариант. Но слойная защита имеет немножко такую... Тоже хитрую часть, что, смотрите, идет первый слой защиты, вытанковывает. Наши здесь скапливаются, да, скапливаются наши ближники. Вроде бы кажется, ха-ха, все, передняя защита уничтожена. Но заметьте, часть противников уже уничтожена, и выходит второй слой защиты. Выходит второй слой защиты. И теперь думают, бляха-муха, мы уже больше половины потеряли. А у них, по сути, все ближ... все эти самые... все атакующие войска до сих пор живы. Ну, или не все, а большинство, допустим, да? Вот таким образом и делается данная тактика. Опять же, никто не говорит, что здесь не подойдет такой вариант. Никто не говорит, что он не подойдет. Без проблем он подойдет. Просто придется чуть в другое место умещать... как-то своих мобов. Вот. Ну, или если вы, допустим, хотите более активно, более так быстро идти на противников, можно использовать такой вариант. с дополнительным слоем защиты. То есть, тоже берем. Опять же, данная тактика не является каким-то билдом. Это просто всего лишь объяснение того, для чего нужны слои защиты. То есть, это такой полу... Это гибрид дробления на два, плюс слой защиты дополнительный, да? Опять же, можно взять отвлекающий маневр по типу кавалерии, с каким-нибудь проникающим, да, свойством. Вот. Ну, и вот, допустим, то же самое. Противник взял много дальников, решил проатаковать вас. Тоже поставил себе, к примеру, слой защиты. Вот, тогда ему поставим чуть меньше дальников, конечно. Но, допустим, как-то так. На самом деле, чаще всего здесь по центру имеется огромный пробел. Вот, по центру реально имеется огромный пробел. И где-то спереди имеются танки. Я не понимаю, как это работает, зачем люди это делают. Логично, что этого делать не нужно. Но, допустим, так пускай сыграем. И видим ту же самую картину. Дробление на два. Пока они атакуют наших передних по одному, да, мы быстренько проникаем. Копейщики позволяют тем самым нам проходить вперед. Копейщиков убили. Вышел задний фланг защиты, который дополнительно позволяет нам танковать и не терять наших атакующих сил. Как раз именно для этого вот этот дополнительный фланг защиты нужен. Туда можно вставить кавалерию, но кавалерия быстро умрет, конечно же, поэтому не нужно. Вот гибридный вариант так показал, скользящий вариант показал, в виде копейщиков показал, копейщики гибридный вариант показал. Все. В принципе, это все, что вам нужно знать про защиту. Также, да, есть вариант, если вдруг вы увидели нечто подобное, то бояться не надо. Типа, смотрите, как бы... Ну, допустим, даже вот так сделаем. Во-первых, ваши танки получат реально огромный урон, признаюсь честно, но они выживут. Бац! Они выживут. У них будет меньше хп, но жить и не будут, танковать еще смогут. Поэтому бояться не нужно. Поверьте, противник потеряет очень немало, скажем так, на этих самых динамитах. Вот. Более оптимально было бы сделать через одного. Реально, более оптимально. Почему? Ну, ответ, я думаю, понятен. То есть, потому что противники будут идти к одному бомберу, скапливаться. Таким образом, на одного бомбера уйдет больше. То есть, короче, ребят, если вы увидите кучу бомберов, ну, не нужно бояться. То есть, в любом случае, ваши персы выживут. Так, 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 так. Что еще? Наверное, все. В принципе, про защиту я все рассказал. Кавалерию дополнительно тоже я показывал. Вот. И еще раз на задний вариант вы можете поставить как такую защиту, да. То есть, такой слой защиты. И это будет чисто спам, чтобы, как бы, противников больше отвлекать. Но это более выживающий вариант. Чтобы чуть дальше проникнуть. Ну, и, как я говорил, можете вообще в любую точку ставить вот эту штуку. В условную защиту. Все, по поводу защиты я все рассказал. Надеюсь, данный ролик оказался вам полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Всем добра. А, кстати, да, забыл сказать. Если вдруг вы видите что-то подобное или что-то подобное, да. То есть, грубо говоря, два слоя защиты или там, допустим, эти плюс копеечки. То есть, не важно, просто два слоя вот таких с чем-нибудь нечто вот подобным. То есть, здесь у нас пустуют вот эти два фланга, да, пустуют. Смело делайте вот так. И делайте какие-нибудь там промежутки, да, чтобы не тратить слишком много. Почему? Ответ максимально прост, потому что лучники не успеют уничтожить ваших. А бомберы позволят вам нанести урон по двум сразу. По переднему флангу и по заднему. То есть, вы будете иметь преимущество перед противником. Вот. То есть, опять же, если у него двойной фланг какой-то, да, то без проблем ставьте бомберов, это будет неплохо. Спасибо за просмотр, надеюсь, ролик оказался для вас полезным. Вы подчеркнули для себя что-то новенькое, если да, то я очень рад. Спасибо за просмотр, до новых встреч. А, кстати, какой до новых встреч? Я еще один вариант забыл рассказать. Я даже не знаю, как этот вариант называется. Не скользящий, а, ну, толкающий, наверное, вариант, но тоже довольно-таки жесткий. Он используется, если у вас имеются баллисты, может быть, какие-то канониры, ну, каноны, да. Вот. Ну, я увидел его, такой вариант, но он был не совсем вот таким, то есть, скажу сразу, что постановочка от противника была немножко в грубой форме, она неправильно стояла, она выглядела так. Абсолютно все должно стоять наоборот, то есть, все пушки должны ровным счетом наоборот стоять. То есть, вот эти нужно стоять вот так. Чисто из-за того, что они по дальности так стреляют. Вот. Есть даже вариант, вот так, да, то есть, я имел в виду. Вот. Есть вариант сюда поставить лучников, а сюда поставить катапульты. Очень неплохая защита, но я ее решил однажды модернизировать и сделал толкающий вариант. Он выглядит примерно таким образом. На ряд вперед ставятся пушки, баллисты, и здесь ставятся у нас еще один ряд танков, вот таким же образом. Что это нам дает? Передний фланг идет, танкует, баллисты плюс пушки стреляют, катапульты тоже подъезжают, потом начинают атаковать. Против чего эта сборка плоха? Против чего? Ответ против катапульт. Максимальный ответ прост, потому что если вдруг вы попадаете под катапульты, вот этим самым флангом, да, я сейчас просто вы увидите вообще, как это выглядит, чтобы вы понимали, почему толкающий вариант. посмотрите, потому что вот эти части будут их толкать, то есть наши стрелки будут либо их толкать, упираться и не смогут пройти дальше, то есть некоторые не смогут пройти, но видим, что в данный момент они прошли, но некоторые не смогут пройти, а фишка заключается в том, что этот танк будет дольше идти до противников, тем самым у нас будет преимущество в большем количестве атакующих противников лишь по одной цели в будущем, то есть этот танк будет жить, будет выживать и по нему все мушкетеры, допустим, дадут залп, а наши будут распределяться равномерно по противникам, таким образом у нас будет, конечно же, преимущество, вот, но есть проблема, да, это катапульта, которая может стрельнуть в пушку или в баллисту, которая, которую толкает наш танк, щитовик, да, тем самым уничтожив сразу и баллисту, и нашего щитовика, то есть это будет единственный минус такой, тоже можете пользоваться этим вариантом, еще раз спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч, пока-пока, всем добра.